Это A-Jazz Geek AK33. Маленькая стильная клавиатура с неудобной раскладкой. Клавиатура действительно очень компактная. Если у вас маленький столб, то это отличный вариант, потому что места она занимает совсем немного. Смотрите, мой ковер раза в 4 больше, чем клавиатура. Это один из тех случаев, когда продукт тебе нравится с самого начала. Я даже коробку не открыл, а на меня уже было произведено впечатление. Смотрите, коробка здесь выглядит вот так. Вот. Уже прикольненько, но производитель заморочился и сделал две коробки. Вторая выглядит вот так. И, по-моему, это очень стильно. Сама клавиатура тоже круто выглядит. Аккуратно, лаконично и без лишних понтов. Сзади глянцевый пластик, который хорошо собирает отпечатки пальцев, но на белом этого совершенно не видно. Клавиатура есть в черном цвете и вот там, да, там, конечно, будет видно круто. Но на самом деле кто там снизу будет смотреть. Конструкция скелетон, то есть без крышки и свечи вмонтированы прямо в пластину. Пластина матовая со срезом по бокам. Сейчас такое очень модно делать в смартфонах. Ну, смотрится действительно прикольно. Раскладка, естественно, не стандартная и вам придется привыкать. У меня клавиатура уже две недели, но я так до конца и не привык к этой раскладке. Некоторые моменты мне действительно нравятся, например, Escape, Delete и стрелки большие. Это удобно. Некоторые мне не нравятся, например, смещенные F. Обычно меня такое не смущает, даже учитывая, что у меня в CS закупка на F. Но здесь как-то это сделано так, что я постоянно по ним промахивался, как в CS, так и в Dota. Кнопка FN сверху, и я ее не сразу нашел. Я понимаю, что ее некуда было здесь впихнуть, но неудобно ей пользоваться одной рукой. Левый шифт длинный и это хорошо. В целом придется привыкать и к тому, что вот эти кнопки тоже нестандартно расположены. Однако вы должны понимать, что если нужна максимальная компактность, то придется чем-то жертвовать. Если вы собрались делать русские символы, то без проблем. Они будут светиться так же, как и английские, потому что кейкапы здесь обычные. Свечи здесь такие, с которыми я до этого еще не сталкивался. Называются Zorro. Это аналог Cherry, и естественно они бывают разные. Черные, синие и так далее. У меня синие, и они конечно же похожи на синие Cherry. Здесь такой же тактильный отклик, как и в них. Такая же длина пути 4 миллиметра и расстояние до срабатывания 2 миллиметра. Сила нажатия в Cherry 50 грамм, а в Zorro 60 грамм. Они немножко туже по характеристикам, но по ощущениям мне так не показалось. Очень легкое нажатие. На зарубежных форумах мнения разделились. Одни говорят, что на Zorro печатать нереально, другие наоборот, что очень круто. Мне тайпинг понравился, и проблемы у меня были только с раскладкой, но никак не со свечами. А звук? Кайф! Подсветка только одного цвета, синяя, но в сочетании с белым корпусом и кнопками смотрится очень круто. Здесь есть управление яркостью подсветки, изменение скорости эффектов, ну и сами эффекты. Давайте покажу, какие есть. Значит, первый это просто пульсация. И, конечно же, вот и скорость. Второй. Вот такая волна. Опять же, скорость точно так же регулируется. Следующий. Вот такая штука. Просто тетрис какой-то. Выключение подсветки. Ну и просто обычная ровная подсветочка. Провод съемный, но он плохо выпрямляется и без оплетки. Резиночки есть везде. Здесь, здесь, здесь и даже на вот этих ножках, что очень круто. Итак, это игровая клавиатура, которую очень просто носить с собой на чимпы, потому что она легкая и компактная. Свитчи Zorro мне понравились намного больше, чем от ему. Да и вообще, если сравнивать эту клавиатуру с мотоспидами, то A-Jazz мне нравится больше. И свитчами, и качеством исполнения, и материалами. У меня проблемы были только с раскладкой. Если вам клава понравилась, то ссылка на покупку будет в описании. А вообще, если очень часто покупаете в интернете, особенно где-то в Китае, то рекомендую пользоваться кешбек-сервисами. Такими, например, как Letyshops. Вам всего лишь нужно зарегиться по ссылке, которая будет в описании, установить в два клика расширение для браузера, и вам вот таким вот образом будет показываться, сколько стоит клавиатура и сколько будет на нее скидка. Эти деньги вам зачисляются на аккаунт, и вы так по чуть-чуть, по чуть-чуть собираете какую-то нормальную сумму, которую можно потом вывести. Если вам понравилось это видео, можете подписаться на канал и посмотреть другие видео. GG, guys!